Финал всероссийского конкурса управленцев лидера России начнется на следующей неделе. От Чувашии в Сочи отправится один человек. Напомним, что полуфинал Приволжского федерального округа состоялся в Нижнем Новгороде. Нашу республику представляли 19 человек. Сегодня они встретились с главой республики Михаилом Игнатьевым. Управленцы со стажем – лидеры по характеру, руководители своих предприятий. Всех полуфиналистов конкурса, инициированного президентом России, уже внесли в кадровый резерв страны. А это значит, что их предложения, идеи, как развить ту или иную сферу, обязательно найдут отклик у чиновников. В перспективе мы видим, что в нашей совместной деятельности у нас будет много работы. Мы будем вас вовлекать в разные проекты, даже когда мы разрабатываем как стратегию развития Чувашской республики. Собственно, чтобы аккумулировать идеи и создать настроенную совместную работу, и была организована эта встреча. К лидерскому мнению стоит прислушиваться, особенно когда идеи и инициативы весьма конструктивны. Наверное, стоит рассмотреть это уже в качестве проекта и проектной работы, это частное государственное партнерство, когда государство некоему объединению фермеров помогает построить хранилище, в котором можно уже будет размещать эти продукты до весны. Андрей, все правильно говорите, мы тоже знаем, поэтому задаю вопрос. Есть, говорю, партнеры, которые могут взяться за это дело, и мы реализуем прекрасный, фантастический проект, и это будет лучшая практика в Российской Федерации. Ну, это возможно. Давайте, Вадим Александрович, берите на заметку. Разработали лидеры и общее предложение. Мы обсуждали с ребятами, там, и в общей группе, да, и когда встречались, что есть желание, наверное, реализовать какие-то проекты во благо Чувашской Республики. Один из первых, который, собственно, пришел на ум, и который, я думаю, что мы все возьмемся, это проект с наставничеством. Наставниками как раз станут полуфиналисты управленческого конкурса. Люди, которые прошли строгий отбор и представляли Чувашию на полуфинале в Нижнем Новгороде. Каждое их слово, решение оценивали эксперты. Участие в этом конкурсе для многих уже победа. Солидный пункт в резюме и опыт, которым они могут поделиться. Мы должны показать людям, которые сейчас учатся в Москве, что, в принципе, успешными, обеспеченными и стать можно и в Чувашии. Решила, что я буду возвращаться в Чебоксары. И среди моих знакомых большое число людей, которые вернулись в Чебоксары. Другое дело, что они не сразу понимают, куда они могут приткнуться. Наставники будут напрямую делиться практическими советами и заодно воспитывать кадры для своей сферы деятельности. Мы можем организовать круглые столы, вы уже по отраслевому принципу, приглашая молодых людей, школьников, студентов. В подобии школы публичной политики, разного рода круглые столы. Потому что, вы сами видите, вы предлагаете узко специализированные какие-то направления развития той или иной отрасли. Стоит отметить, что из 199 тысяч заявок на всероссийский конкурс в полуфинал попали только 2700 управленцев со всей страны. А в финал вышли 300. Среди них один, а вернее одна, из Чувашии. Оксана Очкасова, директор национальной телерадиокомпании. Она отправится в Сочи на контрольные испытания. Цель – войти в топ-100. Сотни лучших лидеров России получат по миллиону рублей на дальнейшее обучение. И на год наставника из числа лучших управленцев страны. Ирина Волкова, Андрей Спиридонов, Республика.